Всем привет, с вами снова Диана, и это новый эпизод Q&A, где я отвечаю на ваши вопросы. Пожалуйста, не обращайте внимания на весь шум, который происходит у меня там в зале, на кухне, неважно, потому что к нам-то мы пришли гости, бабушки разговариваются, им весело, смешно. Так что да, I'm sorry. Поехали! И первый вопрос это, на каком языке ты думаешь? Если честно, я даже сама иногда путаюсь, потому что, как бы я не любила свой родной язык, который русский, иногда мне кажется, что английский выражает мои слова и мои мысли как-то чётче. И я стараюсь думать на английском, потому что это мне поможет в будущем, потому что я учусь на английском, я хочу поехать в страну какую-то, кроме России, где мне понадобится этот визод, поэтому хорошо себя к этому приучивать. И, собственно, скажем, 75% времени я думаю на английском и 25% на русском. Но такая это, 25% играют очень большую роль в моей жизни. Следующий вопрос, как ты похудела, если не секрет? И спасибо большое за ваш комплимент для моей фигуры, потому что, на самом деле, я скинула... Сколько? За полгода я скинула 6 кило, и мой вес так он не держится. Я даже не знаю, чем я занималась, потому что, честно, это всё началось, когда я начала ездить на лонборде на своём. И так как это началось всё летом, и как бы было жарко, то есть я очень-очень много уставала, много занималась, двигалась и употребляла очень много воды. Так что, да, наверное, так. Двигайся, занимайся спортом и пей на гладички. Следующий вопрос, сложно ли тебе было изучать английский? И таких вопросов тоже у меня задают куча, ну, прямо очень много. И если вы хотите, то я могу даже сделать видео об этом, то есть как лучше или правильнее выучить другой язык, какие-то мои секретики, какие-то мои подходы к этому всему, напишите мне в комментариях, не знаю. Но, в общем-то, как я выучила английский, это у меня он был в гимназии, в моей со второго класса. Мы делали элементарные вещи, учили алфавит, как читать, как писать, фонетика, вот это всё. И потом, наверное, с пятого класса точно я ходила к репетитору ещё дополнительно, минимум два раза в неделю. И вот это вот всё, школа и репетитор, они как бы мне дали фундамент грамматики, и мне кажется, из-за этого я знаю её более-менее хорошо. Затем я в шестом классе уехала учиться в Китай на один год, и школа, в которой я училась, она называется Наполлив, и она канадская-китайская, и так как я не знала китайский, я только начинала его учить, потому что мы как-то с всеми общаемся, и я использовала очень много английского, точнее, что я не знала. И из-за этой постоянной практики и как-то нужды использования другого языка, по-моему, русского, мне кажется, я из-за него так хорошо выучила английский. И то я смотрела, наверное, недавно совсем видео с времени, когда я только пришла в эту нынешнюю школу, в которой я учусь, мой английский был просто... Я так запиналась, я не знала, как сказать, я очень нервничала, когда я разговаривала на английском, сейчас в себе чувствую более-менее уверенно. И да, опять-таки, если вам не нужно будет, то я вам обязательно сделаю с видео. Следующий вопрос. Это какой мой любимый напиток в Starbucks? Я лаяльна к этому бренду, я не знаю почему, мне нравится там кофе, и я люблю там очень пить карамель макиято, либо холодное, либо горячее, но большинство времени это холодное. Почему? Потому что Starbucks... Они мне не платят ни за что, я просто очень мусорбакс. И они никогда не жалеют карамель. Вот, они просто вот так вот её наливают в крышку и просто... Да. Я люблю ещё очень грин пропучино, что-то такое, но он тоже очень-очень вкусный. И вот, так что да, из этих двух, наверное, я бы выбрала карамель макиято, как кофе, но как другой напиток, это грин... грин-ти, пропучино? Что-то такое, не помню, честно. Следующий вопрос. Это расскажи, пожалуйста, про своё детство, какие-нибудь истории смешные и так далее, и так далее. Хм... Надо подумать... Один раз, я помню, это было в садике, я до сих пор помню этот ужас, бедная я, сколько, в 5-6 лет. Короче, пришла я в садик, прихожу я с мамой, она меня переодевает, и пока она переодевает, я понимаю, что на меня не трусо. И моя мама тоже это понимает, и я такая стою, короче, я прям помню этот момент, и я помню, как ты на меня смотрели. Хоть как бы все были маленькие, всем было, не до глупых мыслей, но это просто было смешно, типа, хи-хи, Диана пришла без трусов, вот дура-то. Ну и вот, я помню очень хорошо этот момент, и мне было тогда очень так стыдно, и сначала я такая, почему у меня нет трусов? Потом маме стало стыдно, а она стала меня спрашивать таким тоном, как бы она была не злая, но, наверное, раздраженная, не знаю. Почему она такая, Диана, почему ты не надела трусы? Потому что я дома всегда одевалась одна, одевалась одна, и как бы самостоятельно, все. И, короче, блин, я, наверное, так хотела спать, чтобы я забыла допустить трусы, е-мое. Ну вот, и потом мама мне дала, у нас в садике был бассейн, и, короче, она мне дала плавки в бассейне, я ходила в детстве с плавками в бассейне, как с русами. Напишите мне в комментарии, пожалуйста, кстати, какие у вас были неловкие моменты из детства, потому что, вот блин, вот я настолько хорошо все это помню, что я помню, как мне было стыдно. И каждый раз когда-то вспоминаю, я такая, и прям все вот так вот, так что да, это были все мои ответы на сегодня. И если вы не знаете, как мне задать вопрос, потому что у меня появилось очень много новых людей тут, здравствуйте, меня зовут Диана, и вы можете мне написать вопросы вот тут, на АСКЕ. Не забудьте пометить это все с хэштегом Q&A, Q&A, Q&A. И обязательно напишите мне в комментарии про ваши неловкие моменты из детства, и стоит ли мне вообще сделать видео насчет, как поучить английский. Прошу прощения за мой немножко крэзи вид, за подобный шум со стороны, и за то, что я немножко такая ненастроение. Почему? Потому что дома гостей я не могу себя нормально выразить, наверное, что ли, я не могу кричать, орать, бегать, в общем, это неловко, да. Ну да, я вас очень сильно люблю, и пока-пока! Следующий вопрос. Привет, Диана, у тебя очень красивое имя, есть история, почему тебя так назвали? Да, на самом деле есть история, меня назвала Диана не моя мама даже, а две мои бабушки, и я была названа в честь принцессы Дианы. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...